здравия соратники и сегодня пришла пора наконец таки вывалить оставшуюся часть видео съемок комплекса пути в бангладеш для тех кто не смотрел первую и нулевую часть скажем так это съемки 19 года добро пожаловать туда посмотреть в оригинале это живые съемки по возможности буду без нудежа но некоторые вещи комментировать все-таки придется индусы конечно же бангладешцы достали очень интересен камень это не кирпич на входе везде таких маленьких храмах и вот уникальная вещь это так сделали этот лингам это самый большой лингам говорят что чуть ли не в индии я тут говорю что сделали тысячу лет назад примерно и что это точно машинная обработка очень интересно для меня как сделали машинная обработка монолит шлифовка и очень-очень твердый камень ну вот на ощупь понятно что глупо но это явно машинная обработка там внизу еще говорят такой же минимум пятиметровая штука потому что даже маленькие я видел они с основанием основание большое и мы видим только маленькую часть внизу говорят что еще такой же но очень большой для чего такая большая болванка в кирпичном здании такая большая болванка и до чего во всех зданиях вот тут на вход на входе из такого же черного камня твердого как порожек мы не знаем я это и говорю говорят что тысячу лет назад сделали но не было таких технологий тысячу лет назад и это самое главное открытие до этого здания для меня как и всего комплекса пути как и огромные работы земляные которые были проведены невозможны в то время наверху купол рупор однозначно и прямо по центру стоячей волны который образует этот рупор стоит этот лингам у лингама система охлаждения скажем так какие-то канавки но как для жидкости как для воды сомневаюсь что это вода скорее всего там была красная ртуть но это лишь мое предположение что было на самом деле мы не знаем на то что это не для просто помолиться факт и купол интересный под куполом что-то висело вот на этих сооружениях как в наших так называемых церквях для железки для какого-то устройства крепления чего-то там есть еще остались слишком явно они видны и здесь такие же купола симметрично друг другу так а здесь у нас тоже самое рупор рупорная антенна и что-то идущее с крыши а здесь аж три таких три идущее почти из центра заземление точно есть а там что-то висело но явно не эти железки то уже самое абсолютно красивый резонатор новое попугинь что-то идущее с центра то же самое ну а здесь раз два три руки и сиськи отвели голову полностью Ты любила вторая голова, что ли? Ну, чё так пузико? Пузико ничего. Что было в голове, в руке никто не знает. Ты на счастье ходишь? А, нет. Вот что там? Серебристая, зеленая. Значит, медь. Почему это именно медная должна быть? Уж позеленела вся. И хрень какая-то. Но это типа не заземление. Но все равно убрали. Эту хрень явно искусство повесили. Ну и ничего интересного там нету. Чего-то ничего интересного там нету. Делай. 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 Для него доброго. Рука с каким-то птичкой, с цветком, с бутоном. Но зачем эта арматура современного типа? Здесь что-то вставить хотели что-ли? Ну да, как будто с крыши что-то идет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это я уже другое здание снимаю. Мы перешли вниз, спустились в маленькую типа часовинку, но здесь все то же самое. И вот что интересно, повесили заземление, чтобы даже остатки... Заземление оно не случайно. Идет на самый верх, идет на самый верх и все. Видимо там... Количество резонаторов. Где-то уже сбили, где-то висят шарики. То есть это отдельные шарики. Каждый держит свой заряд. Видимо что-то в шариках еще есть. И боятся заземления. Чтобы вся энергия... Боятся того, что эта энергия значит выходить. Повесили цепь. Видно, обычного заземления мало было. Везде одно и то же. Везде пытаются техническую часть скрыть и замаскировать под помолиться. Да, как и везде кирпич. Сверху, допустим, высокие поставили... Замазали гранитом. Видно. Надпись издул Вася. А вот следы оплавления сверху. Кирпичная стойка. Ворота такие на въезде в комплекс. И сверху черная. Такая чернота не везде. На кирпичах этого нет почему-то. А вот на камнях везде... Или типа бетона там, не камень. Есть следы черноты. И везде такие же штуки. Внутри та самая розовая непонятная хрень. Ты представляешь? Этим штукам около 300 лет. А они как новенькие. А они еще и светились когда-то. Представляешь? Да, вон для чего эти штуки. Возвращаемся к главному зданию. Но это те съемки которые не были показаны раньше. Это новые съемки. Изнутри. То есть теперь мы посмотрим на этот комплекс. Изнутри. балки. 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 И пожалуйста, извините. Ставка. perfectly all around destroyed and black from above you will like it namaste yeah I know ok 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 Russia Russia no lingam? Krishna Radha ah hinduga I know lingam? no lingam no lingam no lingam as well as well as well as well I have to видать рада зря начать никого история пиздать наехал юра ты не совсем есть общее есть сонники Красивые цветочки. Что, это живут, что ли? Вот сейчас важны будут пороги какие-то интересные внизу. Пороги из другого материала, с черного камня, не кирпич. Вот для чего нужны пороги, строитель какой-нибудь расскажет мне? Вот эти, почему-то они не из кирпича, почему их не сделать из кирпича? Зачем нужна вентиляция, зачем нужна такая акустика, зачем нужны пороги, как на границе сред, как бы, как отсекают вибрацию? Это всего лишь мои домыслы. Всего лишь мои домыслы. Надеюсь, мы когда-нибудь узнаем все секреты таких маленьких скворечников для помолиться. Когда-нибудь узнаем. Я хочу в это верить. Дин, что ты думаешь, что мог бы уничтожить все это и сказать, что это? Смотрите, это белый цвет. Смотрите, это белый цвет. Это выглядит как-то мелкий. Не, не? Смотрите, смотрите, на верхней части. Смотрите, смотрите, на верхней части. я не знаю а а и 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 Здесь тоже такой рупор полушария. Здесь тоже рупор, здесь ниша, ну и порог, чтобы частота была на одном месте, на одном уровне. Как фундамент, вместо стяжки, не знаю, идет другое место. Взрыв. 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 сам поснимать подержи денег требует все как всегда это будди на помощь России привет ты посмотри на крышу вот и я о том же где их взяли 120 лет назад 130 лет они сказали что это было 200 лет назад Думаю. Вот это да, вот это вот как вылезть, как это слить вместе. Я не знаю как это сделано, но еще. Еще. Да, металл. Да, металл. Да, металл. Вот цветные стекла, интересно были уже или сейчас ставили на металл. Для людей какого роста это все сделано? Учитывая, что потолки 8 метров. Есть о чем подумать. Спасибо. 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 Попробуем подумать, как это было сделано нашими предками. А это наши предки до вторжения. Собственно, на этом можно и закончить, просто подумав о том, какие у нас были технологии и чего мы лишились на данный момент. Красота. Система водоснабжения, либо охлаждение. Почему стерли все лица на всех статуях? Почему такая прекрасная акустика? Как это все шлифовали и такой сложной формы вырезали. Это тон 15 на вскидку. С учетом подземного того, что мы не видим. И для каких это целей реально, кроме помолиться? И почему это назвали лингамом, то бишь источником? Добра соратники. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok